Мы в эфире. Итак, мы находимся в восьмом секторе. Команда Дикие карпы или карп? Нет, карп. Один Дикий карп. Короче, тут их трое. Дикие, но не маленькие. Фет карп. Ну ладно, послушаем сейчас команду, пусть они расскажут про то, как у них здесь в секторе, что делают, как... Вчера тоже самое было. Сейчас еще за ними двойка пойдет, а потом десантура. Это Биг Фиши. Да, вот такие шерники, самолетики полетели. Ну, рассказывайте. Мы находимся в восьмом секторе. Сектор довольно-таки перспективный. Кстати, в позапрошлом году мы находились в этом секторе. Он был немножко смещён. Да, он был немножко смещён, но мы находились в нём. Это стояли асы. Это было позапрошлый год. Они туда взяли первое место, мы взяли тогда третье место. Так что сектор немножко знаком. Немножко. Невозможно знать кинерет. Постоянно меняются рельефы. Постоянно изменяется уровень воды. Так что пробуем бороться. Не знаю, что-то получается, что-то нет. Довольно-таки много мелкого карта. Много есть незачета. Но одно радует, что на данный момент нету много усачая, нету много сомок в секторе. На данный момент. Усач в основном, как только темнеет, вот тогда он начинает проявляться. В течение дня он, как бы, его практически, ну вот, допустим, за двое суток, в световой день его не было. Как начинает темнеться, он начинает проявляться. Самые у вас вообще были? У нас не было, но тут был у нас завозник, стоял в бухгерной зоне, то у него было, по-моему, два сомок. Ну и рыба у него, соответственно, была попутнее. Там были шестерки, были пятерки, были тройки. Он брал ее состояние от 200-250 метров. На по какой дистанции вы работаете? Мы работаем от 140 до 160 метров. Какие у вас глубины? Здесь где-то в среднем 6-6,5 метров. Ну, в принципе, просто Коля Прегоренко жаловался, что у них глубины 6-7 метров. Смотри, ты бросаешь ближе, глубина, соответственно, идет ближе. У нас тоже, как и во всех, существуют здесь зацепы. Есть яма, потому что один спиннинг постоянно скатывается. Скатывается. Долго ложится. Понятно. Нет, просто у них там более, ну, там же на этом, на... На Халуким. Халуким там очень резко. Резко, да. Там резко обрывается. Там если хочешь увидеть на рыбе 3 метра, то надо кидать 20 метров от берега. Ну, там это вариант как бы не сильно такой. Смотри, тут за двое суток поменялось вот эти, которые... Обычные рыбаки. Их тут менялось, наверное, человек 10. И ни у кого ничего, рыбы под берегом нет совершенно. Они как забрасывали свои тесто, они так и это и не понимали. Вам не сильно мешали? Как бы нет. Как-то сроки, как будто говоришь, понимают. Вот, допустим, вот эти вот сейчас вот сялись. Мы их попросили, они были с каяхом. Мы их попросили, они завезли себе в правую сторону. Да, как раз-то даже, наоборот, лучше, когда идут соседи. С пониманием, понимаешь. Потому что там они занимают место, туда не лезет никто с другой. И у тебя, по крайней мере, гарантия, что там у тебя все хорошо. Ну, два раза в то же время, два раза выезжали рыбаки на лодках. Выедут на край, посмотрят. И вот как неудивительно, они молча возвращались туда, в правую сторону. И там ставили сеть. Ну, мы напишем нашу благодарность в отчете. Мы не знаем, кому. Да, голубая лодка. Номера мы тоже, к сожалению, не видели. Но вот в данном этом они поступили очень порядочно. Не знаю, что будет дальше. Но вот эти два дня, они очень порядочно поступили. Сегодня вторник, да, у нас? Но во вторник у них, по-моему, выходной. По этому, по официальному договору. По-моему, у них вторник и шаббат. Хотя, опять же, есть те, которые, я думаю, что на все эти запреты с прибором плали. Особенно это жители Твери, которые, я не понимаю, законный указ, у них все язык. Смотри, в то же время сегодня, по поклевкам, по утрешним, немножко отличаются от вчерашнего и позавчерашнего дня. Поклевка их стала гораздо меньше. То есть, учитывая, как бы сравнивая вчерашний день? И позавчерашний день, да, вот утром поклевок меньше. Стало. А вы не думаете, что вы просто стояли на чьей-то приборке? Те, кто были до вас? До нас здесь были завозники. С правой стороны? И здесь были тоже завозники. И когда мы приехали, с правой стороны были тоже завозники за всех. То есть, никто не кормил здесь? Я не думаю, что здесь хватает. Тут стояли только завозники. Потому что одна из теорий, которые, естественно, выдвигались, глядя на ваши результаты, о том, что явно встали на закормленное место. Всегда так. Мы приехали, расположили лагерь. Приехал Робби. Он сказал, что тут его стояли знакомые, друзья, замызники. Понятно. Народ очень интересуется. Мне периодически звонят, спрашивают, можно ли приехать посмотреть со стороны, как это происходит. Здесь шаббат. Потому что корона, людям некуда ехать вообще. И закрыть пляжи на зиму, это просто очень некрасиво. По отношению к своему народу. Потому что народу некуда деваться. Ему хочется хоть куда-то поехать. Куда угодно. Единственное место, что есть, это море и Кенера. Поэтому если закрыть Кенера на зиму, поэтому они в прошлом году открыли. И в этом году тоже они открыли, все шлагбаумы везде открыли. Заезжай, говорится. Единственное, что, по-моему, на Халуким, то шлагбаум, который возле офиса в сторону Халуким идет, он таки да, как бы, ну он не закрыт, он прикрыт. Но туда народ не едет. Сейчас там в течение именно вот пути. Просто уже все привыкли, что там сюда на зиму это да. Закрыто там и просто да. И все на курсе падают сразу до первого стоянка. Да. Сейчас еще пару кружков и успокоятся. Потом пройдет пару грузовых и все. Вчера было точно так же. Интересно почитать, потом в новостях будет ли что-то там. Очередную эту... Наверное, будет, потому что шли транспортники тоже шли. Это учения. Ага, может быть учения, да. Но в этом году ребята молодцы. Они сделали разбивку секторов. Да. Смотри. Да, большое спасибо всем, кто сделал. Они сделали колоссальную работу. Они объехали Кенерет. Они сделали приблизительно от них глубины. Да, существуют пляжи, где есть зацепы. Это уже тоже не от них зависит. Совершенно верно. А тут сделать 100% равнозначная сектора невозможно на одном водоеме. Даже самым известным, самым простым. А по-любому у тебя будут какие-то сектора, которые будут выигрыши. Ну, если это рядком, то, скорее всего, это будут... Края нет. Здравия желаю, товарищ Парпарон! Машину подъедет? Нет, да? Эфир! Проходи! Проходи! Как сказал вчера Саша Юкилис, с секторами разобрались. С секторами разобрались. Да, с направлением ветра и с погодой. Но это нереально. Это не здесь. Смотрите, в принципе, это, знаете, надо пошагово, да? То есть убирать какие-то проблемы и двигаться дальше. То есть проблему с секторами хорошо, убрали. Потом у нас стала проблема с сетевиками. Надо думать, как их отмечить. Исключить из кадра. Да, Кашамер тоже приходил и говорит, вы говорите, с ними не можете договориться. Говорит, почему руководство, говорит, не договорилось с сетевиками. А с ними можно договориться. Не, ну это понятно, все зависит от финансовой стороны. Они же все частные предприниматели, мы говорим. Конечно, ты говоришь, кому же флейшману, закрой на неделю свою мастерскую. Он тебе скажет, да без проблем. Оплати мне, сколько я потеряю, для того, что я неделю не буду работать. Я закрою. Компенсируй мне эта карта деньгами. То же самое они говорят, нет проблем. Компенсируйте нам баблом, потому что мы не будем вытагить. Мы будем все дома и пить аром. Ну, я извиняюсь, это надо будет делать в том, что мы соревнования, такую, что тут будет пять команд участвовать с трудом. Мы же об этом тоже думаем. То есть, как бы, можно, конечно, попытаться покрыть все вот эти вот административные расходы, вплоть до того, чтобы поставить катер Мишторы на воде, который будет по вызову ездить куда надо и всех разгонять. Но это тоже деньги. Да, во-первых, это деньги, во-вторых, это будет больше нервотропки. Ты больше будешь в заведенном состоянии. Ну, пришли здесь люди, стали, ну, рыбачок. Ну, зацепили тебя. Бывает, подошел, сказал, смотри. Кто-то понимает, кто-то не понимает этого. Ну, все-таки, большая часть нормальных людей. Есть процент небольшой? Да, есть процент, который сразу открывает рот, что это твое, это. Говорю, ребята, здесь идет тахарут, идут соревнования. Как бы неделю в году вы могли бы и дома посидеть? Ну, многие не читают сообщения, не видят Фейсбук, поэтому они просто не знают, что где-то что-то происходит. Как бы мы ни пытались об этом везде говорить и писать, все равно мы не можем до всех дойти, не стучаться. Это надо уже не знать, как сделать, чтобы... Да даже когда здесь проходит веломарафон. Миштора закрывает трассу? Секундочку, но мы об этом узнаем как. То есть большинство из нас вообще об этом даже не знают. Люди узнают, когда приезжают, застревают в пробке и понимают, что что-то произошло. Нам сообщали, потому что, как бы, чтобы у нас не было конфликтов с соревнованиями, чтобы команды могли заехать и выехать, не торчать здесь. Нам, как бы, из-за что-то Кенера сообщали. Что вы там смотрите, у нас там какого-то числа будет марафон. Боже мой, что происходит? Гром какие-то подозрительные личности есть. Это вообще ужас. Мы так, как бы, знали. А другой человек, на языке он не читает. В новостях в русских об этом ничего не говорили. Человек приезжает и... Здравствуйте. Дорога перекрыта. 4-5 часов он стоит, ждет, пока дорогу откроет. Это хорошо. Это смотря, когда он приехал... Потому что они же закрывают часто с ночи. Мы были как-то месяц, наверное, назад в рыбалке здесь. Ехал работник пляжа. Он, громкоговоритель говорил, что в 4 часа утра он больше с пляжа никого не выпускает. Ну, это было... Это было несколько соревнований. На детских соревнованиях как раз. Нет, это было перед, по-моему. Перед или в 8. Но были на детских, что тоже он... По-моему, детские только заезжали. Ваш сын ехал по пляжу и говорил о том, что будет закрыта трасса, бла-бла-бла. Что, типа, примите его внимание. И народ там начал собираться лихорадочно, потому что... Кто-то собирался уехать утром, а утром он уже не уехал. Ну да, много народа уехало вечером. Ну, тут платят государство. Я имею в виду, что платят этим полицейским за то, что перекрывают трассы. Платят прессе, чтобы делать... То есть, как бы, тут есть кто-то, кто дает на этот день. У нас, к сожалению... Нет никаких спонсоров. Таких спонсоров нет, увы, пока. Да, мы все верим. Это к большому сожалению. Что у них появятся, найдут такие спонсоры, которые... Часть таких проблем смогут помочь нам решить. Да, хотя бы нашли спонсоров, которые оплачивают участие от сборной Израиля на чемпионате мира. И то бы это была большая поддержка. Но, к сожалению, у нас, как бы, получается, что есть, частично, спонсоры, которые... Не деньги, а что... Смотрите, что бы для сборной. Есть спонсоры, которые, они, как бы, дают форум. Есть спонсоры, которые могут дать что-то, расходный материал, тот же Катран. Он может дать расходный материал для сборной. Как-то русский, как-то в Киеве. Деньгами это очень тяжело. Почему государство не хочет немножко... Это же... Ты защищаешь, допустим, честь государства. Почему государство... Почему даже представители Кенеры-то не могут это... Сбонсировать. Давайте мы не будем в прямом эфире про Кенеры. Это отдельный разговор без записи. Но, как бы, государство, оно не против, не проблема. Но для того, чтобы государство в это дело могло вмешаться, мы должны превратиться в спортивную организацию. Ну, это же речь не идет о большой сумме денег. Дело не в сумме. Дело в самом процессе перехода обычной амуты в игру в спорт. Там есть очень много ограничений. Я собаку зовел. Которые, как бы, мешают нам стать полноценным спортивной организацией. Там у них просто есть ограничения по количеству членов, которые участвуют минимум четыре раза в год в соревнованиях. И должно быть не меньше, чем 120 человек. Я извиняюсь. У нас просто нет такого количества людей, которые четыре раза в год участвуют в наших соревнованиях. Да, мы делаем 10 соревнований в году, но там нет такого количества, там одни и те же люди. По крайней мере, у меня тоже нету спонсоров, чтобы участвовать в четырех соревнованиях в году. Поэтому получается, что мы соответствуем всем критериям. Мы члены Международной генерации, у нас есть официальная амутаума, есть неультакиин. Все, что положено, вот этот один пункт, количество участников, вот он нас как бы остановил. Там есть другие проблемы, они уже потом называются более юридические, потому что как только мы превращаемся в спортивную организацию, мы официально становимся членом Министерства спорта. Министерство спорта тоже амута. То есть мы как бы под амута вливаемся в них. Соответственно, все указания, все управление идет оттуда. То есть мы перестаем быть самостоятельными напрочь. Мы не можем сами ничего толком делать. Мы должны все согласовывать. Тогда это не есть вообще хорошо. То есть получается, что нужно взвесить, как бы, что нам важнее. То есть, как бы, да, мы нищие, мы голые, но все равно мы ездим на чемпионат. Да, но независимые. Но мы независимые, мы не просим ни у кого ничего. Мы захотели на соревнованиях в Украине, поднялись, полетели туда. А так начнем там согласовывать, а можно, а там, какие у нас отношения с этой страной, нет ли конфликта. Ну, короче, поэтому иногда независимость все-таки... Наверное, важнее. Дороже денег. Да, наверное. А может быть, и найдется, как вот в России, там, тот же Юра Бегалов, который просто из кармана отстегивает деньги на сборную, там, и, на тебе, там, ребятам, 10 тысяч евро. Ну, может, найдется у нас такой. У нас когда-то был такой человек. Может быть, даже вы помните, шло моторшиш. Много-много-много-много лет назад. Человек, который к рыбалке не имел никакого отношения вообще. Просто каблан-бния. Но он как-то так вот посмотрел на всех нас. У него так как-то вот тут внутри стало хорошо. Человек решил помочь. Он на соревнованиях дал в призовой фонд 10 тысяч долларов. Просто сказал, что раздайте всем участникам. Тогда же мы делали хитрую ту штуку, когда мы, там просто как получилось, чтобы он дал первое, второе, третье место конкретные суммы, а был остаток. Так этот остаток разными купюрами был. Там десятки, пятерки, полтинники и так далее. Их свернули, завернули в бумажку, где был написан номер. И люди тянули шарики. На жеребьевке. Вытаскиваешь номер 5. Где бумажка номер 5? Вот, а там, значит, полтинник лежит. Значит, тебе полтинник. Ну, короче, все кайфанули. Все остались довольны. Да, все остались довольны. Вам тут до этого написали, что давайте это самое, ловите рыбу. Заметесь фигней. Ну, что я вам, кажется, пожелаю. Пожелаю вам не останавливаться. Да, постараюсь. Продолжать так, чтобы вы начали хорошо, красиво. Уже догнали нас, спасибо. Ну, ничего, подожди. Это спорт, ты не можешь... Ветер подул не с той стороны, и все. Кому-то фортуна повернулась передом, кому-то задом. Нету так, что всем хорошо. Кому-то все равно... Я помню, в прошлое соревнование мы полтора суток вообще не ловили. Была такая волна, невозможно было ловить. А, вспомни. Так это мы были на Амнуне, во втором секторе. Мне волна в палатку заходила три раза. И не было возможно... И без стука. Да, без стука. И не было возможности палатку отодвинуть. Она была в самом упоре. О, весело. Ну, хорошо, ладно, ребята. Будем заканчивать наш прямой эфир. Нас смотрело достаточно много народу. Вам посылали лайки. Желали вам всем... Спасибо всем. Всем большое спасибо. Потом, естественно, на фейсбуке сможете это найти. Потом я это забуду на ютюб. Можете там оттуда увидеть. Так что покажете себя всем своим знакомым. Помашите ручкой. Всем них восстание чешуи. Убиваю всем. Субтитры подогнал «Симон»